Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Я вас приветствую на телеканале Универ ТВ. Мы продолжаем наши встречи в рамках просветительского проекта «Татар Хисторы» и в студии ее ведущей я, Раиль Фахрудинов. Разрешите представить наших экспертов. У нас сегодня в гостях член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук, профессор, директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Кускамера Российской Академии Наук Головнев Андрей Владимирович. Здравствуйте, Андрей Владимирович! А также член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой антропологии и этнологии Казанского Федерального Университета на Польских Владимир Владимирович. Здравствуйте, Владимир Владимирович! Дорогие коллеги, сегодня этнология, этнография или, как принято говорить на Западе, социальная антропология весьма-весьма популярна. Особенно на фоне сохранения идентичности, может быть, формирования новой идентичности. И все-таки антропология, этнология, социальная антропология – это одно и то же? Или есть какая-то разница в этих понятиях? С моей точки зрения, есть принципиальная разница. И происходит она из разного позиционирования главного героя исследования или науки. В России это знание родилось в XVIII веке, когда сложившаяся империя заинтересовалась собой и стала познавать себя. И выяснила, что она состоит из народов. С тех пор Российская империя позиционировала себя как страна народов. И сложилась в течение XVIII века и позднее даже такая вот поговорка среди академиков, среди посвященных людей, что в России, как нигде, много очень разных народов. На самом деле, в разных странах, на разных материках и в разных частях света, очень много разных народов. Но вот в России сложилось такое самоопределение. И этому в значительной степени поспособствовала Академия наук и экспедиции академические, которые вместе с прочими результатами своих изысканий привезли знание о России, стране народов. А заодно это знание и дало то, что называется народовидением, поскольку это знание и было народовидением. Итак, в XVIII веке появилось народовидение, фолькскунде или фолькскунде по-немецки, которое стало вот этой новой наукой. Век спустя, заметьте, не веком раньше, а век спустя, появилось знание, которое стало называться антропологией. И появилось оно в Европе и Америке. И это знание имело главным героем человека и человечества. Универсального человека, во имя которого вот эта система знаний развивалась, как учение об эволюции человека, о его происхождении и эволюции от дикости через варварство к цивилизации. Создавалась система знаний или пирамида знаний, в которой на нижних этажах, ярусах, были дикие, варварские народы, а выше венчали эту пирамиду цивилизации. Это те, кто, собственно, и занимался изучением. Таким вот образом, в одном случае героем науки этнографии является народ, а героем науки антропологии является человек. Они смотрятся друг в друга. И одно состояние или один феномен является поворотной проекцией другого. И все-таки фокус, резкость взгляда и наведение на объект разные. С тех пор, кстати, прошло много десятилетий революций, в том числе в науке. Россия, Советский Союз и опять Россия по-прежнему исповедуют этнографию. Хотя и заимствуют многое из западной антропологии, но, тем не менее, в основе остается этнография, посвященная народам, потому что это знание для России почвенное, оно здесь растет независимо от того, сколько раз его пытаются постричь, покопать, взборонить, взрыхлить. Оно все равно растет. Но это не значит, что мы занимаемся только этнографией и чужды какой-либо антропологией. Вот я, например, в одном и том же лице и этнограф, который интересуется судьбой, культурой народов и считает, что этнокультурный потенциал – это действительно очень важная часть не только сообществ, но и каждого человека. Но в равномерии я занимаюсь общечеловеческими проблемами, например, антропология движения – это мое ноу-хау, которое я по-своему представляю, связанное с тем, что я хотел бы представлять себе вот картину мира в движении, не остановленную, как любят ученые. Мгновение – ты прекрасна. Для того, чтобы удобнее его изучить. А именно в той динамике, в которой течет наша жизнь. И поэтому я одновременно этнограф народов и антрополог движения. Андрей Владимирович, я хотел бы отдельно поговорить вот по той научной школе, которую вы по сути своей создали, да, по новому направлению. Но прежде чем перейти к обсуждению этого вопроса и этой проблемы, этой научной школы, все-таки я хочу задать вопрос Владимиру Владимировичу. Вот как вы считаете, сейчас в ходе вот нашей беседы неоднократно поднимался вопрос, народ, нация – это одно и то же? Нет, народ и нация – это, конечно, не одно и то же. Народ, ну, во-первых, слово «народ» многозначен в русском языке, именно для этого используется давно в нашей этнографической науке термин «этнос», чтобы вы видели то значение слова «народ», которое мы имеем в виду, когда говорим словосочетание «русский народ», «татарский народ», «чувашский народ» и так далее. Да, мы можем там, народ – это могут быть народные массы, народ – просто толпа, слово «многозначное». И вот это мы называем народом, этносом. Под словом «нация» же сегодня называют совокупность граждан одного государства, объединенных властью этого государства, единым системой прав и обязанностей, единой судебной системой, законами, флагами, гимном, наконец, и так далее. Слово не очень удачное, потому оно пришло к нам, собственно, заимственно из английского языка, где очень многие латинские корни, там, собственно, все латинские корни, и они сильно преобразованы. Дело в том, что латинское слово «нати» образован глаголом «натаре», и буквально означает то же самое, что русский народ. А в случае с нацией, то есть вот с гражданской нацией, мы имеем дело, конечно, не с теми, кто народился, а с теми, кто и обладает правами и обязанностями к отношению к этому государству. Поэтому, говоря по-русски, конечно, разумнее было бы употреблять термин «гражданство» или «гражданственность». Но термин этот, к сожалению, не употребляется, и он был бы понятнее, он был бы разумнее, и, в общем, может быть, дискуссий бы и не возникало. Да, ну понятно, гражданская нация, понятно. А этно-нация? Ну, этно-нация – это, скорее, концепт, который был придуман, вот, исходя из того, о чем говорил отчасти Андрей Владимирович, когда при становлении уже науки, такой, как системы и этнографии, и антропологии, господствовал во второй половине XIX века эволюционизм, и все стремились выстроить развитие всех элементов человеческой культуры и всего прочего, и социума, вот, по некоторому ранжиру, в том числе и стремились построить некоторый ранжир для этносов. То есть предполагалось, что в первобытности этнос – это нечто более мелкое, размытое, его называли племенем или соплеменность, или еще как-нибудь. В феодальном обществе у нас есть этнос, который делится на сословие жестко, соответственно, его называли народностью, а вот для общества уже, так сказать, прогрессивного и передового, типа европейского, буржуазного, а затем и социалистического, где, как предполагается, в этносе возникают новые взаимоотношения, был придуман термин, что вот этнос тут достигает ступени нации. На мой взгляд, это, опять же, происходит частично из попытки автоматического перенесения давно устаревшего к второй половине XX века эволюционизма и попытки выстроить вот эту самую градацию, во-первых, а во-вторых, вновь тут есть некая магия, вот обычно мы очень любим употреблять иностранные слова и, так сказать, подчинять себя иностранным концепциям. Дело в том, что в том же английском языке, да и не только в английском, слово nation означает именно народ с армией и, значит, там, и государством, да, то есть любая сегодня, скажем, любой этнос коренных американцев, которые имеют собственную организацию, собственную полу-независимую резервацию, стремятся назвать себя Great Lakota Nation, да, то есть nation, имея в виду, что у них свое государство, они там самостроительные, отдельные, да. Вот именно этот термин мы опять принесли в русский язык, ну и вот попытались это, значит, сконструировать. Возможно, с точки зрения социологии какие-то эти вещи имеют смысл, с точки зрения нашей науки, вот, этнографии, да и, мне кажется, с точки зрения антропологии этот конструкт, он, в общем, необязателен. Вот есть разные версии. Опять-таки, если пытаться построить матрицу для всей истории, то возникнут непреодолимые сложности. Вот градация, вот эти вот формы эволюционные, формационные какие-то, они оказываются, в конечном счете, пустыми, потому что в них ни одного живого организма. Все куда-то проскакивают мимо. Есть схема, а жизнь течет своим руслом. И вот, допустим, то же состояние нации, состояние быть в нации. Одно дело, если идет нации строительства, движение, которое было свойственно всей Европе, вслед за французами, кстати, революция французская, она вот была в основном таким бурным нации строительством, и пошло-поехало. И вся Европа взялась строить как раз вот эти nation states. И нации строительства, nation building, опять вот про кальки, а заимственность других языков, в общем, развивалась в такой национализм, который тоже считался неплохим, а, в общем-то, позитивным, прогрессивным. Ну, что, построить свое государство из народа, вот из народа построить нацию. Пожалуйста, венгры, финны, вон финны, для того, чтобы им понять, что они великие, чтобы какое-то возникло представление о самостоятельности народа, они обратились тот же Ленрот, пожалуйста, к поискам корней, тот же Александр Кострен отправился в путешествие аж до Китая, искать следы финнов и их, как он представлял себе, великой миграции, то ли с гуннами, то ли с монголами, ну, не так важно, важно, чтобы они относились к какому-то вот этому могучему потоку человеческой истории. И это были проявления национализма. Европа, которая сегодня устала от национализма, когда-то бурлила им. Вот вам тот принцип, который я считаю необходимым в науке – движение. То есть в перемене состояний оказываются самые разные преломления одного и того же. Вот нацио и проявление отношения к себе как к нации. Когда-то это было прогрессивно, в том числе национализм, потом пошло вспять, приобрело негативные коннотации, так же, как рабство, например. Когда-то в свободном обществе античном свободный человек – это тот, который владеет рабами. Равно как и в стране свободы в Соединенных Штатах Америки все основывалось на, вообще говоря, индустрии рабства. И, обращаясь к той же Америке по поводу наций, там тоже есть чувство вины, определенное какое-то такое возмездие и позволительно называть себя нациями народы, которые, вообще говоря, представляют собой этнические сообщества. Например, так называемые First Nations. First Nations – первые нации, это те, которые считаются коренными по-разному, мало, средне и многочисленными. Например, эскимос – это достаточно многочисленное сообщество, нынешние инуиты, то есть борьба еще за имена идет. Словом, видите, с одной стороны, классическое понимание нации – это действительно обязательно связанное что-то такое с государственностью, с политией, а с другой стороны, есть право называть себя нациями, вот, допустим, коренным жителем Америки, они себя называют Северной Америки. У меня в связи с этим вопрос. Коллеги, помните, ну, где-то три десятилетия назад Тишков начал активно разрабатывать концепцию гражданской нации, да, то есть российская нация – это нации-нации, ну и так далее. И вот последняя поправка Конституции, все-таки там вошло положение о государствообразующем народе. То есть концепция гражданской нации, российской нации, она себя исчерпала сегодня? Вы знаете, я начну, Владимир Владимирович. Вы знаете, это всегда борьба разных идентичностей. Гражданская идентичность, религиозная, конфессиональная идентичность и этническая, они не должны истреблять друг друга. Вообще здоровое общество, которое сочетает в себе разные ступени или формации, наклонности, падежи этой идентичности. Человек – сложное существо. Он в разных ситуациях может оказаться то, прежде всего, студентом университета, то жителем Казани, то волжанином, то, ну, и так далее. И прочее, и прочее, и прочее. Мужчиной, наконец, или вовсе не обязательно даже, наконец, мужчиной. Итак, вот то, что делал Тишков и продолжает, это, в общем-то, конструктивистские усилия по созданию сообщества, становлению понятия гражданской нации. Называемой российской, в отличие от русскости. И Тишков, в общем-то, различает и сам, и призывает всех различать, хотя рассуждает и о смешанности этих понятий, взаимопересеченности, о том, что они внутренне даже конфликтуют. Потому что сложнее всего себя определить дважды, русский и россиянин, именно русского. Ну, зачем эта тавтология, эта масло масляное? Гораздо проще даже татарам в этом отношении определиться, что в этническом отношении они татары. А там, кстати говоря, еще есть внутри татар соотношение по территориальности, отношению к религии и так далее. Но, в целом, российскость – это призыв к единству, государственному единству. Это, в целом, такая столичная, московская, свойственная институту, головному институту этнографии, антропологии, этнологии, этнополитологическая установка. Она имеет право на существование. Допустим, кунсткамера, в которой я сейчас работаю, она, наоборот, располагается в позиции акцента на этничности, сохранение этнокультурного достояния народов как величайшей ценности Земли, планеты и России. И, в общем, мы с Тишковым друзья и не мешаем друг другу отстаивать, высвечивать в наших выступлениях вот эти разные акценты. Спасибо. Владимир Владимирович, ваша позиция. Да, здесь, мне кажется, еще важно отметить этот момент, о котором уже было сказано, о том, что в случае с Россией мы имеем именно эту противоречивую ситуацию. То есть, с одной стороны, всем понятно, что если, коль уж скоро существует российское государство, и оно, даст богу, будет существовать, и, в общем, большинству населения оно скорее выгодно и приятно, чем плохо, то существование гражданской нации необходимо в этом случае. Но, с другой стороны, у нас именно эта многонациональность и наличие действительно огромного количества этносов в стране, эта ситуация нечастая в мире. Довольно легко строить нацию, и можем называть ее там этнической или гражданской, а, так правило, это одновременно одно и то же, в таких странах, как, например, та же Финляндия, где на протяжении последнего тысячелетия оба по разным, так сказать, причинами с помощью разных механизмов, оба национальных сегодняшних меньшинства, шведы и саамы были изведены до, там, 1% и менее 1% населения, значит, помещены на крайние окраины, шведы на Аланские острова, саамы в район озера Инари, ну, и, собственно говоря, а после этого можно и толерантность проявлять, можно для саамов университет организовать, представьте себе, если бы в России жили, допустим, Чукчи и, ну, пусть татары, да, вот два народа, больше бы никого не было. Ну, наверное, проблем тоже было гораздо меньше, правда? А, соответственно, вот и с гражданством все просто, и с этничностью все просто. У нас сложней. У нас есть необходимость в гражданской нации, и при этом у нас есть вот это разнообразие. И с этим противоречием нужно как-то работать. Идея гражданской нации у нас здесь совершенно справедливая. Я только хочу внести одну маленькую поправочку. Гражданская нация – это не обязательно нация новейшего времени. И как раз образцом гражданской нации для нас являются древние примеры. Первая гражданская нация, собственно, которая себя реально осмыслила и назвала, и как бы, ну, вот, дает нам, собственно, образец. Это была нация римская, времен поздней республики, ну, может быть, начала империи. Так вот, она нам дает и образец того, как это называлось. Римляне везде писали на своих значках сокращение S, P, Q, R, да, Senatus Populus Quere Romanus. Сенат и народ Рима. То есть, подчеркивая единство управляющей системы, Сената, пусть это там аристократия или как, неважно, но правителей, так или иначе, особой группой, она, конечно, всегда была особой в Риме, и народа, вот этого самого римского при этом народа. То есть, этничность тоже никуда не девалась. Поэтому гражданская нация, она строится и создается не на почве ликвидации этнических различий, она создается на почве ликвидации противоречий между правящими кругами и простым народом. Когда возникает идея Сенatus Populus Quere, то есть вместе, вот тогда создается гражданская нация. И, собственно говоря, вот здесь, так сказать, ничего плохого в этом нет. Что касается государства образующего народа, ну да, так получилось, что это государство создано, начиная с, так сказать, Московской Руси. Ну, мы все это прекрасно знаем. Если бы в противостоянии в XVI веке победила не Москва, а Казань, ну тогда государство образующим народом стали бы, наверное, татарами. Или уж не знаю, как бы они тогда назывались. Ну, наверное, тоже татарами могли называться, да? Но так получилось. И этот народ, он действительно находится, вот как правильно сказал Андрей Владимирович, вот в такой противоречивой ситуации, и, в общем, его, как бы, обозначить следовало бы. Потому что иначе у русского народа возникает идея, что нас вообще нет. Вот есть татары, есть удмурты, вот это все народы, у них свои республики, у них свои национальные школы и свой язык родной, который преподается в школе. А мы это вот такое какое-то среднее население, которое, вот, это не совсем верно, наверное. Я вот, у меня несколько иное к этому отношение. Вот почему. Россия сгенерированное сообщество. В отличие... Да, нет, Рим тоже, по-своему, организован сложно. И есть сенаты, собственно, римляне, граждане Вечного Города, это все-таки патриции, одна категория с всадниками, а вот многое другое, это так, имперская сообщество, под империей, под крышей империи. В России история даже сложнее и, на мой взгляд, интереснее. Потому что в ней я насчитываю, по крайней мере, три силовых линии, в разное время сформировавшие вот ее большое такое тело. Вот почему оно держится? Потому что у него не одна силовая линия, а вот больше. Это нордизм, то, что с севера, в рифму ему ордизм, то, что по великой степи, и понтизм, то, что через Черное море в виде религиозности. И вот эти три силовые линии, они действительно прослеживаются в своем становлении. Они, я их называю магистральными культурами, потому что они соединяют локальные сообщества, как бусины на ожерелье, и создают целостность. А когда их больше, чем одна, они по-своему сосуществуют. И прежде чем Москва одолела Орду, вообще-то Москва, как дочь Орды, родилась и окрепла. В общем-то, это во многом фактор или следствие вот этого вот импульса, силовой линии, которая называется ордизм. Причем он связан не с монголами. Монголы – это последняя его фаза. Эта линия прослеживается по кочевым империям по меньшей мере. Я не хожу в археологию, по меньшей мере с гуннской эпохи. Там гунн и готы, они тоже были перпендикулярны в этом отношении. Поэтому Россия сложилась из нескольких вот таких доминант магистральных. И то, что это было несколько, это принципиально важно. Потому что элита российская сложилась как многонациональная элита. И никогда бы не получилось многонародного государства, как бы не было у него мультиэтничной элиты. И татарскости в российской аристократии полным-полно. Так, как и русскости в татарской. Совершенно обменно. Вот. И я даже не ссылаюсь на Ясуповых и других, а просто у Ивана IV было в крови и то, и другое. И Рюрикович, и Рдынский. Наследник Рдынского ханского ствола. Словом, вот такие обстоятельства и создают. И политика вот этой полиэтничной элиты, она как раз и настраивает. Все зависит от элиты. Какова голова, таков и народ. Это закон существования. И само вот это вот элита образования и дало вот эту конструкцию сегодняшней России. Это первое. Второе, на что я хотел бы обратить внимание. Мы часто сетуем на то, что этническое противоречит гражданскому. Что этнические интересы или этнонациональные интересы торпедируют, мешают. Я считаю, что это просто неверный акцент. Потому что в этничности, которая живет всегда и везде, она иногда ложится спать, а иногда пробуждается и начинает буйствовать. Иногда болеет. Да, это правда. Всяко бывает. Особенно, когда наступает кризис, она просыпается и начинает рвать и метать. Вообще, у этничности, на мой взгляд, есть два основных качества. Первое, это безопасность народа, обеспечение безопасности народа и каждого человека. Вступаются друг за друга представители сообщества, когда что-то не так. И второе, самореализация. Итак, безопасность и самореализация. Так вот, в этом смысле этничность представляется мне не демоном-разрушителем, а ангелом-хранителем. Более того, этничность обладает особенностями, качествами, которые ярче выражены у одного народа, меньше у другого. И комбинация преимуществ у одного народа дает возможность выгодно использовать эти преимущества. Я так вот биологизаторски называю это этноценоз, сочетание разных народов, которые взаимодействуют благодаря своим этническим преимуществам. Я считаю, что многонародность – это конкурентное преимущество России. И мы недостаточно его использовать. И так в позитив, в конструктив. Все то же самое, и оно может работать. Вот я считаю, что практическая задача науки этнографии состоит во многом в этом. Потому что для того, чтобы назвать, для того, чтобы понять, нужно назвать. Наука для того и создана, чтобы различить, чтобы определить. И если мы найдем опоры, то и этнокультурный ресурс будет по-другому работать, более эффективно. Да, Аня Владимирович, вот мы плавно перешли в принципе уже к антропологии движения. Вы являетесь основоположником научной школы. Я бы сказал, главным на сегодняшний день теоретиком этого направления. Для наших слушателей, вот в чем сущность антропологии движения? Коротко, если можно. Что такое коротко об антропологии движения? Это песня, которая никогда не кончается. Это как раз не останавливая мгновение, каким бы прекрасным она ни была. Мы считаем, что именно в движении есть жизнь. И исследовать нужно не то, что фиксируется в остановках, не то, что в срезах этого движения, а исследовать наши самые механизмы жизни. Меня прежде всего интересуют не так называемые итоги, а скорее импульсы, мотивы. То, что движет людьми, то, что движет человеком, то, что движет миграциями. Что заставляет человека безостановочно двигаться, завоевывать, мигрировать? Какое соотношение движений мужчины и женщины? В чем сила динамики и, главное, не само по себе динамики, а соотношение динамики и статики? То есть, вот, я уже говорил о том, что одни культуры более подвижны, другие менее. Ну, в самом простом варианте, пожалуйста, привилегированное сословие, нобилитет, это странствующие рыцари, а зависимые, они всегда, серфы или крепостные, прикреплены к земле. Итак, движение – это всегда свобода. Это всегда большие возможности. Иначе говоря, вот это распределение, когда я вижу вот эту механику, мне становится понятным, почему произошел, например, развал Руси, почему на смену одной силовой линии, одной магистрали, нордической, то есть варяжской, пришла другая, монгольская. И не надо мне рассуждать про всякого рода загнивание, феодализм, ерунда. Главное – это вот эта динамика магистральных культур, которые в силу того, как они организуют пространство, закрывают и накрывают пространство, они создают карту мира. То есть, я вижу вот в этих движениях, в самом механизме движения, что повлекло Тимучина стать императором Великой Степи? Да он хвосты крутил лошадям и коровам. Что? Как это случилось? Какой внутренний импульс? То есть, вот это самое интересное и самое главное. В конечном счете, антропология движения – это очень современная наука. И я, вот, может быть, в российском пространстве оказался первым, а вообще от разных наук, от кибернетики, Норберт Виннер, пожалуйста, вот создание искусственного, вот, это тоже движение, это социология движения. Тот же Джон Ури, мода на модизм. Вы знаете, что сегодня модно быть кочевником? Но только не тем кочевником, который на верблюде или на коне, а тем, который в самолете, а то и вовсе без всякого самолета, а просто в интернете. И это все неономады. И люди этим гордятся. И сегодня в этом развивается своя новая философия. В конечном счете, нужно понимать, что вот мы сидим, но мы в эфире. И все развитие человеческих технологий – это во многом обуздание пространства. Кстати говоря, пространство и времени. По-эйнштейнски. Я даже считаю, что Эйнштейн вместе с Минковским не изобрел теорию относительности, а воскресил философию кочевников. Так вот, это очень важно. Вот это тоже часть антопологии движения. Как только мы по-новому смотрим на то, что, казалось бы, знаете, вот так, на скрижалях уже в томах истории прописано, мы по-другому ее видим. И не только историю, но и сегодняшнее развитие. Сегодняшняя антропология движения, она, с одной стороны, очень субъективна. Потому что мы видим, что мотивы человека определяют движение, как вот малая неровность создает иногда социальные лавины. Мы видим в антропологии движения огромную роль лидеров. Это не видно. В статике мы начинаем спорить, кто важнее, вождь или народ. Как только мы трогаем антропологию движения, мы сразу различаем, насколько сильна и определяющая ведущая роль лидера. То есть, как только мы включаем то, что называется жизнь, и вот это именно часть антропологии движения, которая настроена на активацию персональных качеств, она очень важна для самоопределения человека. Потому что она есть не что иное, как, если угодно, мировоззрение активности. Вот это важно. Да, что-то хотел добавить. Да, я хотел сказать, что, в отличие от Андрея Владимировича, ему удобно заниматься антропологией движения, потому что он занимается живыми культурами, я занимаюсь этнической историей. В основном древностью. В основном эпохами, неосвещенными письменными памятниками. И вот мне сейчас, слушая его, пришла в голову простая вещь, что, в общем-то, у нас та же самая ситуация. Поскольку количество источников ограничено, и стремясь понять прошлое, мы не можем видеть реальный поток жизни. У нас есть фрагменты. Мы находим места, где эти фрагменты, ну, грубо говоря, данные лингвистики, археологии, генетики, раз сочетаются, появляется светлое пятнышко, появляется другое светлое пятнышко. Вот задача исследователя, когда он действительно становится историком этническим, является неустановление вот этих пятнышек. Это как бы промежуточная задача, на самом деле. То есть не ответить на вопрос, где там и что, а вот связать эти пятнышки, и увидеть как раз поток, увидеть движение. Почему из этого пятнышка мы перешли в это? И вот тут начинается действительно построение этого самого движения, которым говорит Андрей Владимирович. И тут мы видим, на самом деле, одну простую вещь, которую я часто говорю студентам, такую парадоксальную, может быть, что этнос, это на самом деле процесс. Движение. Да. И это очень хорошо видно, когда вот занимаешься как раз древностью, где процесс, казалось бы, невиден. Ты начинаешь понимать, что ты как раз его и стремишься обнаружить. На мой взгляд, это потрясающая концепция, которая объясняет, собственно говоря, движение этносов к совершенству, к взаимному культурному влиянию. Я поэтому во многом являюсь и единомышленником, и поклонником вот этой концепции. Она ведь родилась в стенах кунсткамеры. Нет. Нет? Она родилась в качеве арктическом. А, все. Хорошо. Два обстоятельства. Хотите, вот как это родилось? Ну, где-то я там чувствовал, нащупывал. Еще и потому, что у меня половина-то головы киношника. То есть, они у меня, эти два полушария, бесконечно конфликтуют. Логика и образность. Но я к этому был предрасположен. Но два открытия для себя. Первое, это когда я ехал, кочевал с ненцами в зимней тундре, и был страшный мороз, бушевало северное сияние наверху. Я думал, когда это все кончится, и в какой-то момент у меня тумблер переключился, и я вдруг поймал удовольствие. Удовольствие вот этого движения, этой мелодии скрипа, коленях копыт и полозев нарт. И как-то очень в ритме с этим скрипом качалось небо с северным сиянием. И у меня появилось то, что вообще движет этими ненцами. То есть, я вот сроднился, сжился, потом начал понимать, что их энергия – это человек плюс олень, мужчина плюс женщина, которые не подменяют друг друга, а включают попеременно свои энергии. Это уже потом. А вначале я поймал кайф от самого движения. И я понял, почему у немцев даже покойники кочуют. У них покойники кочуют, понимаете? Это те, которые заслужили покоя. Но покой вот в движении. Вот в чем вечный смысл. А возьмите тех же викингов, они хоронили людей своих умерших в кораблях, чтобы они отправились в бесконечное плавание. А второе открытие состояло в том, я просто прочел в археологической литературе, что стопа, судя по ее конструкции, нашего далекого пра-пра-пра-предка, президент Жантропа, из Алдувайского ущелья, выглядела так, что у нас свидетельство о том, что он больше бегал, чем ходил. То есть человечество рождалось на бегу, даже не на ходу, а на бегу. И мне стало понятно, как человек разбежался по всей планете, сохранив при этом единство биологического вида. То есть как видообразование. Завернули на соседний материк, образовался вид, а тут нет. То есть мы ничего пока не знаем об этом бесконечно интенсивном контакте между людьми. Причем биологическом в том числе. Да, конечно, расообразование, но вместе с тем. И вот эти два открытия привели к этому концептуализации. Да, сейчас один только вопрос задам. Альбер Владимирович, вы известный режиссер, документалист, сняли не один десяток фильмов по антропологии. Вот фильмы – это ваше хобби? Или это часть вашей научной деятельности? И есть ли любимые фильмы среди тех, которые вы сняли? Нет, все по-своему любимые, все как дети. Часть снята и смонтирована, часть в процессе. Часть в надежде быть снятой. Кино – это… Знаете, что такое? Кино из меня сделало в науке теоретика. Потому что я позднее уже догадался, обернувшись к тому, вот к второму полушарию, и к тому, чем я вообще занимался, что кинематограф – это и есть в переводе запись движения. И я сегодня создаю новые средства и фактуры даже, нахожу новые инструменты записи движения, которые создают новый язык для передачи, ну, например, кочевой традиции. Арктическая кочевая традиция не может быть записана словами. Количество слов только усложняют, громоздят и создают пустословие. А вот визуальное отображение, трехмерка – картинка, карта и навигация. Они создают измерения, которые позволяют очень здорово подать кочевую традицию. В чем я даже надеюсь, вот книги, которые я подарил Владимиру Владимировичу «Арктика. Атлас кочевых технологий» отфиксированы вот эти новые формы записи. Я надеюсь, в этом виде арктическая кочевая традиция уже годна к подаче ее в список культурного наследия ЮНЕСКО. В ином варианте она просто незаписываема. Ну, мы здесь можем только пожелать, чтобы она быстрее попала. Владимир Владимирович хотел что-то прокомментировать. Маленькую реплику. Андрей Владимирович не акцентировал внимание, а мне показалось, что это было важным в его рассказе о том, как он почувствовал это движение, когда он сначала ехал на Нарте, он думал, когда все это кончится. А вот когда он это почувствовал, он понял, что это не должно кончаться. Понимаете, вот это... А на самом деле ведь мы в современном мире очень часто живем и ждем, да, вот когда это все кончится, когда я уйду там домой с этой работы, еще что-то, да. Мы все время чего-то ждем, когда это кончится. А на самом деле вот в этом-то и суть, чтобы не ждать, когда это кончится. И вот это очень тонкий момент, который просто хотел акцентировать, он, конечно, это имел в виду, но не обозначен. Но это как раз, Володя, итоги и истоки. Не подводи итоги. Получаю удовольствие действительно от того, что... Хочу еще задать один вопрос. Вот вы возглавляете уникальный научный центр, мировой музей. А в чем уникальность с камерой? Это колыбель отечественной науки. Все родилось, включая академию. Она выросла тоже вот на этой лабораторной базе. Когда-то кунсткамера была инновационной лабораторией. Кстати, инструментом самой успешной российской модернизации при Петре. Во-вторых, это мать музеев. А музей это не просто хранилище, это не бабкин сундук. Музей это театру мунди, как говорили по этому поводу знатоки. Что означает театр мира. Это искусство показать, вместить весь мир, вселенную, если угодно, в одну комнату. Расположить и показать. И действительно, это театрализация мира. И вообще музеум это означает служение музам. Это и религиозность, это и искусство, это и бесконечные дискуссии. То есть, это жизнь, бурлящая жизнь. И вот, с одной стороны, я понимаю, что под музеем часто понимают что-то такое, где за стеклами покоится. А с другой стороны, мне очень бы хотелось, чтобы музеи были живыми, живыми, мыслящими, чувствующими существами. И мне бы очень хотелось, чтобы кунсткамера, старая кунсткамера в возрасте свыше 300, была юной. Моя мечта состоит в том, чтобы она молодела. И как институт исследовательский, у нее все-таки, она может многого достичь. Кунсткамера уникальна в том, что вы идете по винтовой лестнице, и каждая ступенька передает вам эпоху. Эпоху того, как вот здесь. Вот вы выходите на третий этаж, и конференцский стол, в нем отдается эхо бесконечных споров о происхождении народа российского и имени его, как бились Мюллер и Ломоносов. 18 век, это же эпоха тоже нашего национального строительства российского. И кунсткамера содержит в себе вот все это, отголоски, эхо призраков, которыми все наполнено. Она действительно состоит из живых и мертвых. Ну, если условно призраков называть мертвыми, но у нас и призраки живые. И они тоже ходят. Как вот говорят, что до сих пор Франсуа Буржуа, известный великан, Петровский Гайдук, у которого отлетела каким-то образом голова в пожаре 1747 года, и сейчас ему пристроили чужую голову, поменьше явно. Он по ночам, когда посетители покидают музей, выходит из витрины и ищет свою голову. Находится в движении. Дорогие коллеги, большому сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Буквально минута времени. Что вы хотите сказать нашим телезрителям? Владимир Иванович, давайте с вас. Я хочу сказать, что интересуйтесь этнографией, обращайте внимание на свой народ, на окружающих людей, обратите внимание на этот аспект нашей жизни, и вам действительно откроется новый мир. И вы почувствуете, что не надо ждать, когда все это кончится, а жизнь, она вот здесь и сейчас. Я благодарю Владимира Владимировича и других наших хозяев, друзей, которые пригласили меня в Казань, в Казанский университет. Для меня это большая честь. Я сегодня уже читал лекцию, вот сейчас присутствую здесь на этой передаче. Чувствую себя очень комфортно. Я здесь чувствую себя. Я чувствую очень надежную ауру. Вот здесь не надо никому объяснять, что этничность – это важно, что народ – это звучит гордо. Почему-то вот в сегодняшнем Татарстане мы говорим на одном языке. Большое спасибо. Я подготовил коллеге много вопросов, но наша беседа прошла так быстро. Я надеюсь, что это не последняя встреча. Я очень надеюсь, что мы здесь с вами в студии встречимся и не раз. Я хочу вас благодарить за беседу, за нашу встречу. Дорогие телезрители, у нас сегодня в гостях был директор Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, Кунсткамера Российской Академии Наум, Головнев Андрей Владимирович и заведующий кафедрой антропологии и этнологии Казанского федерального университета на Польских Владимир Владимирович. Большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова